Всем привет, с вами Галактики и мы продолжаем играть в Сим Сити с дополнением Города Будущего И наконец-то я добрался к самому сложному и интересному вопросу Это перестройка Галоиндастрис Нужна руда, машины не покупают руду, как я понимаю Короче, нужно полностью всё сносить Абсолютно всё сносить придётся Потому что здесь и дороги нужно перестраивать Вместе с дорогами нужно всё очистить Поэтому давайте мы нажмём на паузу Можно было бы, конечно, собрать немного денег Включить налоги там на максимум Мы тут, в принципе, основную часть денежек именно с налогов получаем Ну и с Омега тоже, в принципе, хорошо так идёт Но я не буду этим заниматься Жалко наших жителей Поэтому мы сносим всё, кроме центрального проспекта Полностью всё вместе с мегабашнями Да, как бы это не было ужасно Но мы полностью всё снесём Сначала я попробую очистить этот город Я, наверное, вот единственное, что оставлю Это вот нефтяную эту Скважинку И только потому, что там в ней есть сейчас нефть Если бы там нефти не было, я бы снес её тоже Всех жителей полностью Всё, мы снесём Переделаем полностью весь этот город Может быть, кому-то из моих зрителей Эта идея не понравится Может быть, у него были бы другие какие-то, да, варианты по перестройке города Но в прошлой серии никто ничего не написал А я в прошлой серии говорил, что именно так и планирую поступить Поэтому, раз никто не был против Мы всё сносим Тем более, да, у нас тут очень Такие Сильные загрязнения Поэтому надо полностью всё сносить Хорошо Угольную шахту тоже сносим Я не знаю, мы бы уголь Хотя Стоп Угольной шахте Надо было оставить пару жилых домов, наверное Чтобы мы хоть уголь вывезли Успели, да, вывезти Так Сносим теперь Вот это вот всё безобразие Вместе с этими автобусами тоже Пожалуй Ну, потом мы их более в удобное место поставим Я думаю, оставлю здесь автобусы Хотя Даже не знаю Так Мусоразжигатель я оставлю И омега-ко Снесём Воду снесём Мы её переставим Всё полностью, короче, сносим А, нефть я хотел оставить Стоп, стоп, стоп Нефть я хотел оставить Как раз, да Это у нас Блин, ни одного жилого дома не оставил Надо было хоть оставить парочку жилых домов Так Вместе с машинами Всё сносим Ладно Вот эти вот части Ой Ну ладно Потом достроим Так Сносим 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 Два заброшенных здания у меня ещё где-то есть Да, это мы всё тоже сносим Хотя проще, наверное, просто снести вот эту вот дорогу Всё И не париться на самом деле Хотя Всё сносить не надо Давайте оставим Может быть мы сможем вывезти Ту же нефть Или же Хотя Некому работать будет Кто сейчас всё это вывезет Работать просто некому Так Сити-холл Сити-холл В котором у меня стояло два Он даже и сейчас стоит Если я не ошибаюсь Давайте посмотрим Коммунальные службы Министерство А, нет Стоп Или Министерство туризма Министерство безопасности А, я снес таки Да, да Снес Хорошо То, что лишнее было Так Воду отсюда убираем Все парки, магазины Тоже Удаляем Маленький кусочек дороги остался Так Закрыто мэром Завод по переработке воды Почему я тебя закрыл Напомни мне Напомни ко мне Почему я тебя закрыл А, ну потому что мы Грязную воду здесь брали Ну это нам тогда не надо Уже тоже Сносим Парки сносим Мусорозжигатели Мы Оставим Но они нам не нужны В таком количестве У нас мусора Довольно мало Потому что все у нас В принципе Быстренько Довольно таки Да Вот так вот сделаем Вот так вот Печку Ну оставим Я не знаю В этом городе В принципе Мусора много Хотя мы здесь Институт построим Наверное тоже Хотя Не, все нормально Все будет нормально Здесь тоже будут Приезжать машинки И забирать Утиль-сырье Поэтому нам здесь Столько гаражей Не надо Но маленькую свалочку Мы здесь все-таки Оставим Даже вот так Ну На 4 грузовика По-моему Или может быть Хотя нет 4 У-у-у Здесь еще есть Надо снести Наверное вас тоже Так Хорошо Допустим Допустим Смотрите, я получаю 20 тысяч плюсом сейчас. Здесь у нас 600 баррелей нефти, да? Здесь много угля. Давайте вот эту штуку снесём. Это снесём, это снесём. Клиника. 62 пациента лечится в клинике. Ладно, пусть лечится, я не против. Нет, подождите. Мы требуем омега. Уволить всех. Так, склад. Склад забит всякими товарами. Ну, во всяком случае, здесь есть и нефть, и грузы. Поэтому. Но этот мы пока снесём. Потом переставим куда-нибудь. Так, хорошо. Клиника пусть стоит одна. Эта пусть стоит. Парк снесём. Хорошо. Вот, это мне уже нравится. Красивый город, который весь просто в грязных чёрных пятнах. Который мы сейчас будем выводить, в принципе, да? Это первостепенная задача, очистить этот город от загрязнения. И только потом можно будет каким-то образом здесь основать новый город. Мы прекрасно знаем уже, потому что не раз проверяли, что ёлочки, в принципе, хорошо очищают землю загрязнённую. Сами по себе дохнут, но очень хорошо справляются с очисткой земли. Можно поставить, конечно же, очистительное сооружение, которое будет землю очищать и грязь выпускать в воздух. Ну, ёлочки, конечно, гораздо дольше будут очищать, но зато, по-моему, дешевле. И учитывая то, что в городе у нас никто не живёт, совершенно никто не живёт, то мы на ёлочках, я думаю, выйдем. Ну, я надеюсь, посмотрим. Я, конечно, на запись ждать просто не буду, сидеть и ждать, пока ёлочки очистят. Я нажму там на паузу, допустим, или ещё что-нибудь придумаю сделать. Ну, посмотрим сейчас. Но главное сначала всё засадить ёлочками, особенно вот эти вот все грязные-грязные места. Как можно больше ёлок. Хотя, сколько интересно, надо было внимательно посмотреть, сколько я денег на ёлках потрачу. Так, здесь тоже везде посадим. Сейчас мы включим скорость, а потом уже будем ёлочки доставлять. И уберём зоны, вот эти зоны, которые нам не нужны, индустриальные. Ну, сейчас они нам не нужны. Вообще-то они нам нужны, но сейчас ни в коем случае они нам не надо. Так, парк ещё один остался. Тоже сейчас мы его уберём. Так, хорошо. Всё, сносим парк. Да, я хочу именно его уничтожить. Сносим эти индустриальные зоны, чтобы здесь никто не начал строиться заново. А то я сейчас знаю, понаприезжают тут жители. И давайте посмотрим, что будет с этими всеми людьми. А, они просто исчезли. Люди просто исчезли. Окей, ух ты. О, вот, вот это ёлок насадил. По-моему, я сажал их гораздо меньше было когда-то. Да, они как-то так растут интересно. Окей, я не против. Когда на паузе, то по-другому немножко всё. Сейчас мы... Я напомню, давайте, да, включу... Вот этот вот режим загрязнения почвы. Чтобы было видно, как сильно загрязнена почва в этом регионе. И как сильно мы продолжаем её загрязнять. Даже, да, у нас... Омега-Ко надо выключить, наверное. Я хотел отключить вот этот режим для начала. Да, здесь пробка как была, так и осталась. Давайте мы... Ух ты, минус 10 тысяч в час. Какой ужас. Всё, всё, уезжаем, уезжаем. Омега-Ко закрыто. В регионе необходимо наличие здания отдела робототехники. Закрываем. Омега-Ко полностью. Мусоровозики пусть остаются. Нефтяная скважина, ну, пусть пока работает. Здесь мы... Уголь экспортируем успешно себе потихонечку. Ну, я не против. И закупаем сырую руду, да? Которую, в принципе, везём потом в Омега-Ко. Ну, окей, пусть будет. Сейчас зато население выздоровеет всё у меня. Всё будет классно. Так, закрыто мэром. Давайте откроем, наверное. Сейчас уже можно будет, да, вывозить. Ага, можно будет вывозить. А, нет, уголь пуст. Мы уголь весь продали. Всё норм. Уголь мы продали. Давайте допродаём этот уголь несчастный. Пусть мы ещё и новый выкопаем. Засадим всю карту ёлками. Абсолютно всю. Потом посмотрим, сколько будет стоить нам это очистительное сооружение. Какую копеечку нам влетит. Как ни странно, пока что люди работают. Какие-то. Непонятно какие, но работают. Давайте мы скорость побольше включим. Хорошо. Уровень загрязнения воздуха повышается. Сейчас мы с этим боремся. Интенсивно. Тут не только воздухозагрязнение. Так, 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 так. Стоп. У нас остались здесь коммерческие зоны, которые нам здесь тоже не нужны. Давайте их снесём. Снесём, говорю вас. Пусть люди, вот эти вот парочка. Парочка семей, которые остались. Пусть идут себе работать в Омега-Ко. Нет, Омега-Ко закрыта. На нефтяную скважину. И с нефтным добывают. Так, вот. Хорошо. Смотрите, какой у нас густой лес. Вместо города. Я бы даже так бы и оставил его на какое-то время, наверное. Но сейчас мы посмотрим. Сейчас мы засадим полностью всё. Чтоб хорошенько так было. Он будет частично умирать. И частично будет очищать нам почву. Мы видели, насколько была загрязнена почва. Будет, я думаю, заметна разница очень сильно. Так. Угрожает поджигатель. А у меня здесь ни пожарных, ничего нету, да? Да, ладно. По-моему, вот эти вот здания не горят. Разные там Омега-Ко, нефтяные эти. Горят только промышленные и жилые здания. Я другие не видел, чтобы горели. Да, так как у нас, допустим, мега-башню разрушить, по-моему, нельзя. Можно вывести из строя определённый модуль, а разрушить мега-башню нельзя. Кстати, можно будет здесь тоже начать именно строительство. И конкретно с мега-башен. А там есть очистительные модули даже. Надо будет подумать сейчас. Так, ну вот здесь вот надо больше леса. Вот здесь вот нефть мы добываем и почву загрязняем. Ну всё, всё, мне нравится. Мне нравится. Хорошо так. Теперь осталось подождать, не знаю, годик, другой, игровой, когда всё это дело очистится. Но пока мы можем посмотреть очистители, да, какие у нас есть. А, ну, собственно, почвоочиститель. Исследуйте почвоочиститель, расположенный в регионе Академии наук. Увы, у меня нету почвоочистителя, но он превращает в загрязнение воздуха. Загрязнение почвы превращает в загрязнение воздуха. Это нам как-то тоже неинтересно. Давайте мы так посмотрим сейчас на загрязнение воздуха. Где у нас? Ну, в принципе, вот тут вот только пятна есть, да, такие загрязнённые. Это относительно неплохо. Вот, по-моему, картинка становится лучше уже понемногу, но мы посмотрим ещё через какое-то время обязательно сюда. Давайте посмотрим ещё на уровень радиации. Ёлки, по идее, тоже должны очищать уровень радиации. По идее, уменьшать. Может быть, это было раньше, сейчас, может быть, это исправили, но раньше вроде бы как очищали радиацию. Наши ёлочки великолепные. Так, в принципе, можно на самом деле закрыть пока что какое-то количество вот этих вот мусоровозов. Нам здесь одного гаража вполне хватит. Остальные мы потом откроем. Всё равно в другие города никто сейчас не ездит. Вот. Поэтому сколько тут машин мусоровозов? Всё равно считается, учитывается эти мусоровозы. Ладно. Так, 7 пациентов. Хорошо. Скоро здесь пациентов вообще не будет. Я думаю, хотя всё равно ещё довольно грязная атмосфера везде. В округе. И жители, те, которые остались, непонятно каким образом и непонятно зачем, то они будут продолжать болеть. Всё. Вроде бы гуще уже просто некуда лес высадить. Смотрим. Нефти у нас полностью, да, набралось хорошее количество. Так, сырой руды тоже довольно много. Давайте мы пока что включим тогда... Омега... Их возить надо, да, ящики-то? Ну ладно, давайте включим. Сейчас посмотрим. Выключим пока что... Что мы выключим? Производственная линия. Дроносборочную линию выключим пока что. Дронов мы собирать сейчас всё равно не можем, поэтому... Так. Ну а эти пусть работают. Пусть снабжают Омегой. Я не знаю. Хотя бы... Кстати, кстати, кстати. Давайте мы посмотрим. Омега. Тяжёлый грузовой автомобиль Омега. Вот я бы вот эту вот штуку построил. Но для этого нам надо отдел коммерции в предприятии Омега-Ко. А предприятие Омега-Ко я снес. И отдел коммерции... Отдела коммерции там, по-моему, просто-напросто и не было. Так. Людям нужны магазины, да? Привет! Разместите коммерческую зону. А денег ты мне дашь за это? Нет. Просто так. Размести коммерческую зону. Ну ладно. Размещу. Сейчас. Коммерческую здесь зону. Хотя... Нет. Не буду. Давайте мы начнём просто прокладывать дороги. Строить разметочку какую-то. Какую-то. Не знаю какую. Но сейчас надо бы придумать, какую разметочку мы будем строить. Кстати, всё довольно печально. Мы уже потратили... Сколько миллионов? Я 10 вроде бы отправлял, да? Я уже не помню. Ну, много денег мы потратили. На самом деле просто потому, что мы сидим и ничего не делаем. Так. Омега-Ко просто некуда выгружать свои товары. А, нет. Рабочих нет. Всё нормально. Ну ладно. Тогда мы сейчас нажмём на паузу и подумаем, как мы будем строить сейчас производственные наши линии. Во-первых, воду. Мы можем получать воду, не сбывать канализацию. Давайте мы сейчас настроим этот момент. Канализация. Сточные воды мы отправляем куда только можем. В Galaxy 1, в Galaxy 2. То есть здесь у нас ещё, да, мы можем по поводу сточных вод не беспокоиться какое-то время. А вот с нехваткой воды мы сейчас разберёмся. По-моему, здесь у меня можно было поставить больше водонасосных этих станций. Да, есть ещё место для водонасосных станций. И обеспечить водой ещё... Стоп, не туда посмотрел явно. И обеспечить воду... Ух ты, тут места нету реально. Так, а ну-ка, ну-ка... У-у-у, как всё грустно. Та-да. Да, давайте тогда сейчас что-нибудь придумаем. Снесём, допустим, вот это вот... Блин, сколько тут людей? Четыре тысячи в день человек пользовалось этой системой машины-автобуса. Я взял её и снёс. Жалко, реально. Так, хорошо. Ставим так. Ставим так. Ух ты. Ставим так. У-у. Ништяк. По-моему, вполне так ништяково получилось. Теперь мы добываем... Ну как, не то чтобы прям очень много воды. Но я думаю, мне хватит, чтобы обеспечить водой Галай Индастрис. Ну если что, мы там что-нибудь подумаем ещё с этим делом. Давайте я поставлю здесь обратно систему машины-автобуса. Куда-то... Не знаю, куда. Ну вот, допустим, да, люди будут входить сюда. Выезжать, сходиться на автобус и ехать дальше. Короче, как-то так. Да, места тут тоже нет. Ладно, давайте смотреть. Так. Один автобусный маршрут туда идёт у нас, да? Сюда маршрут идёт, автобусный сюда. То есть автобусы сюда приезжают. Отсюда вот. Из этого города. Поэтому тут с автобусами, в принципе, будет нормально. Нам, в принципе, ещё один автобусный терминал строить-то и не нужно. Давайте вернёмся. Мы теперь сможем здесь купить воду. Ну, купить там, для этого города воду. И, в принципе, можем уже начинать строительство мегабашен. Давайте я им построю здесь коммерческую зону маленькую. Такой махонькую, такой пим. Чтобы квестик выполнить. И сейчас мы начнём строительство мегабашен. Надо сразу подумать, как мы их будем размещать. Какие они будут. Естественно, будут все подряд мегабашни. И мы как раз заодно проверим, будут ли люди работать в этих мегабашнях. Ну, ездить, точнее, на работу во все вот эти вот предприятия и прочие злачные места. Так, мегабашня с торговым уровнем низкого дохода. С офисным уровнем низкого дохода. Давайте я начнём строительство. О! Так, квест я выполнил, как я понимаю, да? Да. Можно начинать прям строительство. Прямо отсюда. Хотя лучше не отсюда. Давайте мы тогда, да. Сейчас будем делать всё по-умному. Чтобы у нас мегабашни были со всех сторон окружены дорогой. Причём не просто дорогой, а проспектами с высокой плотностью. То есть мы минимум отсюда вам можем, да, начать строительство. Окей, допустим. Сделаем вот так вот. Теперь начнём строительство мегабашни. Первая наша мегабашня. Начнём с офисного уровня, я думаю. Вот так вот мы её расположим, допустим. Я не знаю, с какой стороны там. А вот тут вот задницу вижу. Которая закрыта. И там не будет у нас, да, дороги, по идее. Ну вот так вот мы тогда сделаем. Вот так. Теперь. Здесь мы сразу же начнём строительство второй. Только. Только. Только всё как-то опять не очень так, как я хотел. Ну ладно. Начнём тогда вот так вот делать. Окей. Тут можно будет переходики сделать, чтобы у нас каждая мегабашенка была окружена. Давайте мы сразу тогда проведём. Вот так вот. И продолжим строительство мегабашен. Мегабашен, мегабашен. Так. Поехали. А, кстати, вот здесь. Ага. Окей. В принципе, без разницы теперь в какую сторону. Потому что мы решили с каждой стороны размещать дорогу, да. Чтобы уж наверняка хватило места. Хотя места как раз и не хватит. И третью. Трёх пока что, я думаю, мне хватит. Трёх мегабашенок, да. Это у нас мегабашни будут полностью три мегабашни с жителями низкого достатка. До самого верху достроим их мы, конечно же. И давайте мы сейчас сразу... Ой. Не туда я нажал. Ну, сделаем въезды-выезды отсюда вам. Отовсюду вам. Так. Раз. Хотя это, блин, светофоры дополнительные. Может быть, это я зря так делаю. Ну, хотя... Посмотрим. Посмотрим, что получится из всего этого. Так. Тут мегабашня подключена. Подключена. Давайте здесь тоже. Хотя вот да. Я что-то теперь думаю, что может быть, это я зря так затеял. Потому что реально много очень светофоров получается. И сразу мы поставим здесь систему машины-автобус. Чтобы люди сразу же... Те, которые приезжают в город, могли пересаживаться на них. И те, которые выезжают из мегабашен, тоже могли на них пересаживаться. Я не знаю, как-нибудь вот так вот, да, поставим. Ну, это тоже, да. Здесь будут еще и автобусы останавливаться теперь. Короче, что-то я такого намудрил здесь. Ладно. Будем смотреть потом. По обстоятельствам. По обстоятельствам. Может, на самом деле, стоило бы убрать эти дороги и вплотную поставить мегабашню. Но тогда... У нас были бы все равно заторы. Хотя, если будет омега-кон нормально работать, то все, я надеюсь, будет не так уж и плохо. Так. А так зато хоть красиво. Не знаю, может, все-таки не очень эффективно, но красиво. Еще потом мы трамвайчики поставим. Вообще, все будет классно. Хотя, вот здесь вот почта уже не очищается. Я чересчур далеко пошел, наверное. Надо было все-таки здесь оставить. Ну, хотя бы посмотрим. Давайте мы... Кстати, все, достроились мегабашенки наши. Ну, первые уровни торговые. Все торговые. А, офисные, точнее, да, у нас? Офисный. Офисный, отлично. Все, теперь ставим по... А, ну, что такое? По жилому уровню. Жилой уровень с низким достатком. Раз. Жилой уровень с низким достатком. Два. Жилой уровень с низким достатком. Три. Все. Погнали, погнали. Отжимаем паузу. Так. Товарный склад. Это у нас что тут сейчас лежит? Ага. Уголь. Это, наверное, сырая руда. Да. Нефть мы не продаем. Мы продаем только уголь. Который, в принципе, неплохо мы так добываем. А нефть... Закрыто прием на работу. Окей. Ладно, тогда давайте мы закроем, чтобы меньше денег тратить. Это безобразие у нас тоже закрыто. Больничка. Пять пациентов. Еще лечится. Ладно, пусть лечится. Окей. Поехали дальше. Жилой уровень. Еще один. Жилой уровень. Еще один. И жилой уровень. Еще один. Окей. Потом дальше торговый уровень. Где-то начался пожар. Где начался пожар. Не могу кликнуть. Непонятно, где начался пожар. Так. Давайте мы посмотрим. Я хотел посмотреть на уровень... Не знаю, уровень радиации непонятно, уменьшается или нет. А вот загрязнение почвы мы сейчас глянем. Ооо. По-моему, дыры вот эти все больше и больше становятся. Все лучше и лучше очищаются. Ну, хотя... Да, вот здесь вот... Не ахти, не ахти. Надо все-таки было бы здесь поставить почвоочиститель. Хотя, вот смотрите, вот здесь вот... Здесь тоже, по-моему, у меня было довольно грязно в округе. Здесь стало уже чистенько. И здесь было тоже весьма грязно, хотя... Не знаю. Ну, посмотрим. Не, очищаю. То, что оно очищается, это 100%. Вопрос, как быстро, как хорошо. Так, теперь торговый уровень. Давайте торговый уровень. И еще один торговый уровень сюда. Торговый уровень низкого достатка. Отлично. А, вот, собственно, был пожар. Починенный. Отлично. Нужно больше работников. Ну, правильно, у меня нету, да, жителей с высоким и средним достатком. Вообще ни одного. Поэтому они не жалуются. Все 300 человек. Хотя, смотрите, работает только, да, из 1200 по 300. Даже из 2400 работает всего лишь 300 человек. Ха. Забавно. О, остановочками вполне, вполне нормально так пользуются жителям уже. Так, хорошо. Так, хорошо. Канализацию мы отдаем отовсюду. В принципе, тоже все отлично. Отлично. Пока что мусор... У нас свои мусоровозы есть, да. Пока что мы утильсырье не производим. И, собственно, с этим мы ничего не сделаем. Так, пошли автобусы. Кстати, автобусы почему-то пошли к нам не двухэтажные, а какие-то реально стрёмные. О, школьный автобус сюда даже приезжает. Смотрите, как прикольно. И увозят детей в школу. Ну, вот здесь вот, конечно, у меня будут пробки. Да. Ну, надо будет хотя бы с одной стороны сделать, чтобы были пробки. А со второй стороны, может, как-то будет легче. Посмотрим. Так, дальше. Жилой уровень. Еще один есть. Больше покупателей. Это пятый. Давайте шестой уровень. Так. Шестой уровень. И шестой уровень. Отлично. Так, жители теперь толпы. Все потихонечку радуются жизни. Мы теперь-то выходим более-менее к прибыли. Приближаемся. Так, налоги сменять смысла нет никакого. Так, люди работают. Работу пешком, короче, такие ходят, да? Вот, они болеют. Хорошо. Больничка. Ну, пусть пока больничку я закрывать не стану, потому что все-таки здесь не очень у меня такая хорошая атмосфера и обстановка. Стоп, воды не хватает. Что, шутка? Лех. Как это у меня воды не хватает? Стоп, 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 стоп. Я там прям покупаю из 50. Из Galaxy One, из Galaxy Two. Там, наверное, просто не обработалось то, что я поставил еще больше этих, да? Наверное, надо было там немного подождать, посидеть. Может быть, надо было остановить продажу. Давайте посмотрим, может, можем таки остановить. Вода. А, это мы воду типа отсюда покупаем себе, да? Использование 0. Прекратим. Хорошо. То есть, отключить продажу мы не можем. Можно только отключить покупку, да? Хорошо, сейчас подождем. Снабжается водой. У нас расход наш. Давайте посмотрим воды. Продано 0.17. Объем выкачивания 550, а мы пользуемся всего лишь 169. То есть, ну, это как-то несерьезно совсем. Давайте подождем немножко здесь. Галоин даст. Есть, вот почему нельзя отключить продажу. Запретить продавать. Ну, ладно. Я надеюсь, что все, мы уже обработали данную информацию. И теперь можем отправляться в наш великолепнейший Галоиндастрис. Мне вот он сейчас нравится. Аккуратненькие дорожки. Три мегабашни ровненько стоят. Красиво, приятно. Так, вода. Доступна в регионе. В Галакси Ту. Перестать покупать. Блин. И все равно доступно 17. Что за... Блин, да. Ну, конечно, тут серверами дела. Дела. Надо, наверное, просто будет заканчивать серию. Так. Ну, главное, что мы деньги уже получаем. Шестой уровень. Дела идут неплохо у них. Так, понимаете ли. Торговый уровень. Так, так, так. Может быть, все-таки еще поставить... По одному уровню сюда. По одному, я имею в виду. Жилому уровню. Давайте попробуем. Можно было бы, конечно, поставить что-нибудь типа... А, ну тут я понял. Я не исследовал еще уровень утилизации отходов. Хорошо. Тогда не важно. Тогда абсолютно не важно. Поставим пока что жилой уровень. Сверху. А, стоп. У нас здесь еще... А, мы можем покупать ControlNet. Да, нам нужно поставить здание ControlNet в городе. В... Правильно, в городе. Давайте посмотрим на здание ControlNet. Так, все. С водой проблем уже нет. О, все. Все нормально. Да, все. Теперь пошло дела. То есть мы еще можем покупать и покупать. Отлично, разобрались. Тогда не обязательно сейчас будет выходить из игры. Хотя бы какое-то время. Так, так, так. Что я хотел, что я хотел, что я обязательно хотел сделать? А, посмотреть здание ControlNet. Мегабашня Академии Наук. Здание ControlNet. Повышает стоимость земли. Максимальная мощность передачи. Так, установите в своем городе, чтобы передавать ControlNet для техники в Академии Наук. В случае нехватки ControlNet, поставляемого Академией. Так, что-то я запутался. А ну-ка. ControlNet. А, можно просто покупать. Даже вот так вот. Я понял. Доступно по цене 1 бакс за ControlNet. Покупаем. Нам много ControlNet здесь не надо. Нам всего лишь просто, чтобы объединить эти мегабашни. Уж больно мне хочется их объединить. Сейчас они достроятся. Давайте мы скорость включим побольше. Так. В Galaxy 2 доступны магазины. Да, туристы сейчас туда ломанулся, наверное. Так. Закрыто мэром. Давайте теперь откроем. Прием на работу. Прием на работу. Я надеюсь, что сейчас... О, пошла работа, да? Да, вполне отлично. Пошла работа. Нефтяная скважина тоже сейчас начала работать. Окей. Елочки. Видите, поредили. Елочные ряды. Одновые сажать будет сейчас. Так. Тем временем мы можем поставить... Кстати, воздухоочистительную корону можно поставить еще где-нибудь сейчас. Временно будет. Так. Так, так, так. Восьмой уровень у нас идет как раз подвесная станция. В каждой короне... В каждой мегабашне, точнее. Ставим подвесную станцию, а потом уже ставим корону. Подвесная станция. Окей. Сейчас мы их объединим. О, прогресс омега коп пошел. Пошел прогресс омега. Сейчас мы будем с этих мегабашен еще больше денег получать. Только вот эти пробки, конечно, здесь... Надо снести, наверное... Я даже не знаю, что тут надо снести. Наверное, все-таки снести этот сити холл. И поставить где-нибудь его просто в другом месте. В более подходящем. Так, давайте мы корону теперь поставим. Одну я поставлю... Так, 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 так... Туристическая корона. Я даже не знаю, будут сюда туристы ехать или не будут. Тысячу отдавать в час. Дорого, конечно же. Тут все равно придется отдавать тысячу в час. Ну... Хотя куда мне тут еще туристов принимать? Сейчас будут ездить. Да, не надо пока что туристическую корону. Давайте мы воздухоочистительную поставим одну. А здесь, наверное, все-таки с рекламными баннерами. Она дает, в принципе, минус 500, но плюс идет... Я надеюсь, хороший. С рекламными баннерами. Вот так вот сделаем. Так, угроза пожаром. Ох, тут, конечно, да. Надо немного будет все переделать. Переделать, 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 переделать. Вот этой пользуются. О, нормально так пользуются вот этими станциями, да? Хорошенько. Можно даже еще поставить будет. Но пока что да, я на данный момент хочу посадить еще елочек. Елочек, побольше елочек. Потому что, видите, елочек стало гораздо меньше, чем было раньше здесь. Елочки дохнут. Очищая почву. Они воюют просто за наш город и умирают за наш город. Поэтому нужно больше елочек посадить. Смотрите, как здесь поредили елочные рядки. Так, хорошо. Хорошо. Здесь побольше тоже насадить надо. Так. О, здесь совсем мало их стало. Может, там было мало на самом деле, я бы не помню. Может, я как-то криво немного посадил. Не везде. По максимуму. Но вот здесь, смотрите, точно должно было их быть гораздо больше, чем то, что мы сейчас видим. Даже за пределы карты немного так залезу, чтобы уж наверняка. Так, хорошо. Давайте напоследок мы посмотрим теперь. Так, ситуация в городе у нас не очень здоровая. Так. Загрязнение почвы. Загрязнение почвы. Ну, здесь, конечно... О, тут все болеют. Просто все болеют. Ну, смотрите, здесь очистилось реально. Здесь тоже пятна такие пошли. Тут все нормально. В клинике сейчас ограбление идет. Видно, как спускаются. Даже прикольно. Ну, здесь тоже. Рассасывается потихонечку. Рассасывается. Так. Потому что загрязнения должны идти именно отсюда. Да, но... Так как у нас здесь загрязняющих факторов нету, по идее. Хотя, по-моему, увеличивается даже, а не рассасывается. Из-за вот этого всего дела. О, смотрите, сколько. 59 пациентов. Ничего себе. Ну да, все начали болеть. Надо, короче, изучать очиститель почвы все-таки. О, смотрите. Вообще, просто места в больнице сейчас не будет хватать. Тут вон люди прод... А, пожар в здании. Окей. Починем. Ничего себе. А, да. Это же у меня сейчас школы здесь никакой-то нету. Совершенно. И люди будут сейчас просто... Просто будут, я не знаю, гореть. Гореть. Нужно срочно ставить школы. Потому что, блин, смотрите, сколько пожаров. Это вообще ужас. И здесь был пожар. Я сейчас на одних пожарах разорюсь. Так, ладно. Тогда мы... Я пойду изучу очиститель почвы. Следующая серия, я думаю, в Galaxy One. Поставим здесь очиститель почвы. Посмотрим, как он будет работать. Очиститель воздуха у нас есть. Воздух мы немножко очистим себе. А вот очиститель почвы надо будет изучить. Давайте сейчас посмотрим, может, заодно, что там изучается сейчас. Или не изучается там ничего. Даже не знаю. Посмотрим. И поставим, попробуем. Что поделать? По-моему, таки да. Все равно, но... Хотя надо... Считать-то уже не хочется. Потому что я уже в загрязненных районах поставил мегабашни. Протупил немного. Так, где наша Академия? Ну, я тут просто реально путаюсь в этом городе. Так, исследовать. Термоядерная электростанция у нас исследуется, да? А потом я исследую почвы очиститель. Окей. Ну, хорошо, ребят. Пока что я с вами попрощаюсь. Говорю всем спасибо за просмотр. Всем пока. И увидимся в следующей серии.